Немножко контента ещё. Так вот выглядит старый переключатель. Так вот выглядит новый переключатель. Вот такую ровную сковороду будем ставить, настраивать. По идее должно хватить длины лапки, чтобы всё это работало. Мыли-мыли, всё отмыли. По сравнению с тем, что было, какие они были грязнющие. Теперь всё вот так вот хорошо выглядит. Чем отличие XT от Dior? В принципе, видно. А вот эта лапка такого цвета, вот эта лапка такого цвета. В XT подшипники на промах, у Dior подшипники просто роликовые. В XT более такой мощный и более хлипкий. По большому счёту они все литые. Должны очень хорошо работать. Сейчас немножко всё это высохнет, будем собирать. На велосипеде клиент самостоятельно установил новые тормоза, хорошие, шимановские, дорогие. Но во время установки он взял и с адаптера вынул вот такие вот проставочные конусные гаечки. А адаптер именно с отверстиями под конусные гаечки. И за счёт этого такой вот хороший, дорогой тормоз SLX сел очень плотно на своё посадочное место. И ротор начал чиркать. То есть высота ротора, вот он с зубчиками идёт, он начал чиркать о корпус самого тормоза. Клиент так катался несколько дней, не обращал внимания на то, что чиркает, потому что он думал, что колодки не притёрлись. Я стал настраивать задний переключатель, но он не настраивается, потому что вот чиркает колесо. Я когда вот это всё разобрал, понял, что вот этих проставочных шайбочек здесь нету. Если я их поставлю, всё настрою, то после этого буду переключатель настраивать. Беру вот такой замечательный бошеский фонарик, вставляю в спицы, делаю себе подсветку сверху. Потом одной рукой я берусь вот так вот за ротор, выставляю его, чтобы щель справа и слева была идеально ровной. Сейчас вот надо низ ещё патрулировать, то есть сверху видно, что вот это расстояние от ротора до колодок идеально ровное. А в дальней части видно, что вот чуть-чуть прилегает. Сейчас я слегка винт ослаблю и выставлю на просвет. Таким образом я смогу добиться идеальной ровности ротора относительно колодок. Он не будет чиркать. Ну и ротор можно ещё немножко поправить, если это необходимо. Так вот получается самая лучшая регулировка тормозов. Всё настроено. Ничего не чиркает. Сейчас я попробую как-нибудь туда камерой забраться. Видно, да, что зазорчики одинаковые, но ротора немножечко-немножечко со всем винтом. Но это не страшно. Сейчас нигде ничего не чиркает. Всё замечательно. То же самое впереди. Вот видно, да, ротор. Вот этот вот. Это ротор. Это расстояние между правой колодкой, а к левой колодке он прижат. В таком виде приехал велосипед. Так клиент катался. Сейчас мы по световому зазору выставим эти колодки ровно. Ничего чиркать не будет. Точнее, не сможем мы ничего сделать, потому что винт переднего тормоза закручен на фум-ленту. Поэтому придётся, наверное, ремонтировать. Он не держится, он не закручивается до упора. Вот так вот выглядит этот винт сейчас. Очень интересно. Ну вот, собрался у нас велосипед. В чём проблема? Проблема в том, что, во-первых, у нас лифтит барабан на втулке. И во время движения кассета у нас немножечко вибрирует. Проблема номер два. Я правил-правил петух. Но всё равно по отношению к самой здоровой вот такой вот звезде он не идеально параллелен. То есть где-то отклонения есть. Может быть миллиметр, может быть полмиллиметра. И выправить ровнее я, к сожалению, не могу. И за счёт этого переключатель стоит тоже не идеально ровно по отношению к звёздам. Хотя петух я правил специнструментом достаточно долго. Третье. Люфтит сам переключатель. Поскольку он всё-таки не новый, а бэушный. У него где-то там есть люфт небольшой. И получается ситуация следующая. Что когда я забрасываю цепь наверх, она забрасывается не сразу, а примерно полоборота проходит вся система звёзд. Зато сбрасывается идеально. Если я настраиваю так, что забрасывается очень хорошо, то переключатель уходит буквально на долю миллиметра, и цепь начинает чиркать о следующую звезду. То есть вот играя вот этим расстоянием между цепью и следующей звёздочкой, на половине кассеты она нормально настраивается. Но чем дальше уходит переключатель, то есть вот этот винт регулировочный сейчас полностью закручен туда внутрь, вот этот мудлинг длинный, чтобы на большую звезду запрыгивало, чем дальше он уходит на большие звёзды, тем он больше сбивается, и это ещё зависит от чайнлайна. То есть сейчас чайнлайн, видно, он неровный. Чайнлайн будет ровный примерно на третьей звезде. Соответственно, когда уходит вообще сюда на десятую, чайнлайн очень сильно искривляется, и получится вот так, что ещё хуже. Цепь сюда запрыгивает. То есть в принципе всё отрегулировано, всё работает, всё как надо работает, но прям вот нечётенько. Чёткости не хватает из-за вот нескольких моментов. Поэтому на данный момент оставляем всё это дело в таком состоянии. Устанавливаем на второй такой же велосипед, тоже Мерида, такую же сковороду. Что не успел я в первых видео снять. Вот такое состояние каретки. Почему это всё надо чистить? Потому что вот это всё очень грязное. Надо всё, по крайней мере, хотя бы протереть, и вычистить всю грязь, чтобы собрать нормально. Переднему тормозу здесь тоже плохо. Пытался настроить, не могу. Здесь вот как-то замят край. Непонятно. То есть начинаешь затягивать, и он съезжает вбок. Надо, видимо, троцевать, чтобы хорошо всё отрегулировать. Собрался второй велосипедик со сковородой. Проблем здесь было ещё больше. Здесь всё-таки поставили Dior, а не SLX. Диора, лавка как-то больше пружинит. И ещё хуже работает эта вся система. То есть она вроде и запрыгивает, и спрыгивает, но ещё менее чётко, чем на том бэушном SLX. Тормоза, чтобы настроить, пришлось снимать и багажник, и крылья, потому что просто туда не подлезть. Система была очень-очень грязная. Всё это пришлось вычищать, чтобы добраться, чтобы её снять вообще. И была очень большая проблема с передним тормозом. Когда затягивали нижний винт, получалось так, что тормоз съезжает вбок. Чуть-чуть я подшлифовал, подставил гаечки, и теперь всё отлично. Чё не чиркает, всё настроилось замечательно. Но времени от него это неделю, чтобы его привести в порядок полный. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...